МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Калейдоскоп. Меня зовут Мария Лапчева. Сегодня у нас в гостях Татьяна Матвеева, директор музыкальной школы номер 2. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! Я знаю, что школа недавно отметила юбилей, 50 лет. Разрешите вас поздравить. Спасибо большое. И ваших коллег. Скажите, а вот лично вы сколько у руля лет? Я вообще воспитанница этой музыкальной школы. То есть я закончила саму эту музыкальную школу в свое время. Потом я закончила два музыкальных училища имени Гнесиных и Ипполитова Иванова. Академию музыки имени Гнесиных как вокалистка, ассистентура, стажировку. Потом я получила еще переподготовку менеджмента в образовании. Как бы это вот все мои такие достижения в образовании. Но в 2005 году я организовала в Люберецком районе, в Люберецком дворце, школу-студии странного вокала «Геометрия успеха». Это был мой такой первый опыт и руководства студии, и я сама преподавателем этой студии была. То есть какие-то вот такие моменты, уже связанные с творчеством и воплощением, и обучением детей у меня начались вот с 2005 года. А потом я так получила, что стала пять лет назад заместителем директора этой музыкальной школы номер два, в которой училась. И вот четвертый год я работаю директором. А скажите, что сделано за это время, за четыре года? Школа какие-то изменения претерпела вообще? Ну, во-первых, самое большое изменение и радостное событие для школы. Школа была организована 50 лет назад, в 67-м году, при Люберецком дворце культуры. Это была сначала хоровая студия, потом она превратилась в вечернюю школу, и потом стала детской музыкальной школой номер два. Но она была при дворце культуры, у неё не было собственного помещения. Ну, это замечательная структура, то есть очень было как-то... Во дворце культуры хватало и всем места, и, собственно говоря, может быть, возможно, не было такой большой концертной деятельности в дворце культуры, все умещались. Но нам предложили в 2015 году в конце администрации района переехать в собственное помещение, которое находится недалеко от дворца культуры, на улице Смирновской, дом 5А. И мы, конечно, очень обрадовались этому, хотя, в общем-то, и с какими-то трудностями столкнулись, то есть нужно было приводить в порядок это помещение, оттуда выехал институт, и тоже, конечно, оно не до конца было приспособлено к музыкальной школе, нужны были инструменты, нужен был камерный зал, потому что там был такой небольшой зальчик, видимо, лекционный какой-то. Нам помогли меценаты, нам помогли депутаты, особенно депутат МОСОБУДУМ Игорь Каханый, депутат городского округа Артём Каханый, Дмитрий Тениско. Поэтому мы, конечно, взялись, засучив рукава, приспосабливать его для себя, это помещение. И у нас появились различные аудитории. Например, оркестр народных инструментов находится в своём помещении. Он может спокойно репетировать, не переносить, например, инструменты и стулья из аудитории в аудиторию, как это было во Дворце культуры. Это очень неудобно. Хоровой кабинет с хорошей акустикой тоже. Он скромный, может быть, по оформлению, но там летит звук, а это очень важно для вокалиста. Пианисты, у них индивидуальные занятия в музыкальной школе, поэтому у каждого практически преподавателя появился свой небольшой, но, как можно это назвать, тренировочный такой кабинет, где можно создать свою атмосферу. Потому что у нас в школе много различных отделений. У нас есть отделение народных инструментов, фортепиано, очень большое отделение, эстрадных инструментов, эстрадного вокала. И вот в этом году мы открыли вокально-хоровое отделение. А хореографии у вас нет? У нас детская музыкальная школа. Она отличается от школы искусств тем, что у нас вообще большей частью музыкальный уклон, и он очень углублённый. То есть инструменты изучаются достаточно глубоко. Что дети изучают, кроме, допустим, вот если человек учится на фортепиано, ребёнок, что он ещё изучает? Ну, во-первых, существуют теоретические дисциплины. То есть это ноты, это знакомство с ритмическими, с гармоническими элементами. То есть это очень важно, потому что заиграть на музыкальном инструменте, не зная нот, конечно, можно, но это не тот уровень. То есть нужно такое всеобъемлющее образование. И, например, те, кто учится на фортепианном отделении, они ходят на занятия по хору. То есть это не профильное было у нас вокально-хоровое отделение, а это были занятия по хору, это тоже был хороший хор, слаженный. А те, кто занимаются на народных инструментах, они занимаются в оркестре, в оркестре народных инструментов, который сейчас называется «Русский лад». Как можно попасть к вам в школу? Обязательно ли нужно проходить какое-то собеседование? И ребёнок должен ли быть одарён изначально, или у него может не быть, например, голоса и слуха? В музыкальную школу существует отбор. То есть это конкурсные экзамены, которые обычно проходят весной. Естественно, что дети отбираются по способностям, потому что кому-то природа даёт очень много в этом плане, кому-то не совсем. И, естественно, наличие слуха, чувство ритма, музыкальная память – вот это моменты, по которым проверяют детей при поступлении в музыкальную школу. И, конечно, отбирают наиболее одарённых детей, но существуют в школе различные программы, которые дают возможность приобщиться к музыке и тем детям, которым, например, меньше дано от природы, но они очень хотят, потому что музыка, понятно, это культура человека, это его уровень вообще в жизни. Поэтому есть возможность и для других детей по отдельным программам приобщиться к музыке. Вот у меня такой вопрос. Если ребёнок очень одарённый, но при этом он ленив, такое бывает, он поступает в школу, ему всё сначала легко даётся, а ведь музыка всё-таки, ей нужно уделять внимание, нужно заниматься музыкой. А и сможет ли он добиться успеха, выезжая только на своём таланте? Ну вот это такое распространённое вообще и мнение, и положение вещей. И понятно, что талант – это одно из самых главных качеств, которое дано редко кому. И часто бывает, что люди одарённые, они не достигают каких-то высот, например, в музыкальном плане, потому что на самом деле, действительно, занятие музыкой – это система. Это как занятие языком, как занятие хореографией. Тут существуют азы и техника. Помимо того, что нужно вложить эмоции в то произведение, которое исполняется, нужно, конечно же, технически уметь преодолевать трудности. Элементарно на фортепиано нужно поставить правильно руку, правильно передвигать пальцами, потому что если зажатая рука и нет свободы, естественно, ничего не получится. И это, к сожалению, или к счастью, это ряд упражнений, которые нужно выполнять, и причём желательно ежедневно. Это не только, например, два раза занятия музыкой по специальности в музыкальной школе, это домашние задания, которые дают возможность приобрести как раз эту свободу, которая необходима для того, чтобы потом исполнить музыкальное произведение. И, конечно, некоторые могут сдаться в этом плане, поняв, что это рутина, что это скучно. Но тут задача преподавателя – суметь заинтересовать так ребёнка и найти каждому человеку подход. Потому что бывают люди, которые способны преодолевать эти трудности, они даже их ищут с раннего возраста. А бывают дети, конечно, которых нужно увлечь настолько, чтобы он смог трудиться, потому что трудиться всё равно придётся. Значит, гений – это ещё не показатель того, что человек чего-то добьётся, да? Это правильно понимаю? А наоборот, если ребёнок не очень талантлив, но он упорно занимается, есть у него будущее? Конечно, да. Но очень упорные дети, они могут достичь определённых высот в музыке. Но всё равно существует понятие того, что природа дала. Она помогает. Естественно, эти люди наиболее заметны, и они, скорее всего, идут по этой стезе, по музыкальной, и достигают успехов. Вот вы говорили о домашних заданиях, которые нужно выполнять. Я правильно понимаю, у ребёнка должен быть, например, инструмент, если он занимается на фортепиано, да? А если нет возможности, или маленькая квартира негде поставить, или дорого стоит инструмент. Вот как тогда быть? Инструмент обязательно нужен. Просто нужно, естественно, взвесить свои возможности. Без инструмента не получится. Я говорю, что домашние задания необходимы, потому что это всё-таки упражнение. И инструмент фортепиано – это одно, но есть ещё инструмент балалайка, который, допустим, тоже есть такие недорогие инструменты, которые, соответственно, звук у инструмента отличается от его степени изготовления мастером каким-то. Поэтому они тоже нужны. Но, может быть, например, человек ещё не знает, будет ли он заниматься или нет, поэтому первое время он может на каком-то более простом инструменте. Но если он понял, что это его занятия на долгие годы, естественно, они тоже должны искать инструменты мастеров. Татьяна, а зачем вообще ребёнку нужна музыка? Ну вот так, если вкратце. Для чего? Ну, музыка – это, конечно, каждый находит какое-то эмоциональное выражение в разном. Кто-то любит рисовать, кто-то, может быть, любит заниматься спортом, получает от этого огромное удовольствие. Музыка – это один из выражений человека, его чувств, мыслей. Это просто вот, во-первых, это самовыражение, это умение чувствовать окружающее посредство музыки. А во-вторых, это, конечно, музыка нужна для того, чтобы просто был элементарный уровень человека, его кругозор. Потому что мы живём не только в мире техники и коммерции, а мы живём в мире эмоций, в мире каких-то своих, не знаю, тоже радостных моментов. Музыка помогает почувствовать это. С какого возраста можно заниматься музыкой? 5-6 лет, 4 года? Это не рано? Музыкой можно заниматься, в принципе, с любого возраста, потому что у нас были такие случаи, когда чуть ли не грудных детей приносили в музыкальную школу и спрашивали, можно ли их приобщить. Ну, конечно, да, можно как-то слушать музыку, но вот такие более серьёзные занятия, то, что я сказала, всё-таки музыка требует, ну, одно дело просто попеть, а всё-таки это усилие, это понимание, как спеть, понимание, как сыграть. Всё-таки здесь уже понимание постарше человека, поэтому музыкальную школу мы принимаем с 7 лет. Но у нас есть подготовительное отделение, которое с 3,5 лет существует. Да, различные программы. 3,5 лет? А что же можно в 3,5 года сделать? Можно петь, можно играть на каких-то шумовых инструментах, можно ритмически чувствовать какие-то фигуры, помочь ребёнку. Просто он становится более подготовленным, и, например, когда он приходит на вступительные экзамены, ему уже не нужно показывать выше-ниже рукой, и он не понимает, что это. У него уже есть слуховые какие-то навыки, и к тому же приобщение к пению. Вообще пение – это очень демократический такой, демократичный жанр, который, собственно говоря, каждому может быть доступен. Единственное, что хороший уровень пения – это уже тоже труд, это занятие. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Калейдоскоп». У нас в гостях Татьяна Матвеева, директор музыкальной школы номер 2. Мы вернёмся буквально через минутку. Оставайтесь с нами. Я напоминаю, что вы смотрите программу «Калейдоскоп», и у нас в гостях Татьяна Матвеева, директор музыкальной школы номер 2. Татьяна, давайте продолжим. Мы говорили о возрасте, с которого можно начать заниматься музыкой. Вы говорите, это и 3,5 года, и 5, и 7 лет. А вот если человеку лет 17, 18 или 20, и он никогда не занимался музыкой, но вдруг захотел, он может к вам прийти в школу? Или у вас только детская? Нет, у нас как раз сейчас такая программа, как и у всех школ дополнительного образования, у нас школа для детей и взрослых. Но взрослые, они по отдельным программам занимаются, и, конечно, главное было бы желание человека. Просто он должен понимать, что, например, чтобы научиться играть на инструменте, не хватит, например, нескольких всего лишь уроков. То есть это, опять-таки, система, это нужно потратить на это время, усилия. И так как люди взрослые, у них уже появляются какие-то более серьёзные занятия, например, учёба в институте, там в академии или ещё где-то, возможно, они работают, то они просто должны распределить своё время и понять, что на это понадобятся усилия, опять-таки нужен инструмент дома. И если он готов на это, то, естественно, взрослому человеку иногда даже проще бывает объяснить какие-то технические моменты, он быстрее поймёт, быстрее это сделать. То есть это возможно, в принципе? А скажите, если всё-таки к детям возвращаться, не все дети хотят ходить в музыкальную школу. Я вот знаю, что очень часто родители приводят и говорят, мы хотим, чтобы наша девочка или наш мальчик вот играли на фортепиано или пели. А дети вот как-то через силу ходят. Скажите, нужно ли заставлять ребёнка всё-таки ходить? Ну, вы знаете, мне кажется, что всё-таки должно быть желание для того, чтобы заниматься музыкой. Если человек совершенно не хочет этим заниматься, вот у меня тоже такой был период, я занималась фигурным катанием в детстве, и я вот просто хотела туда через силу. Это было совсем не моё. Ну, если музыкой всё-таки можно немножко заставить выучить домашнее задание, но если у человека прямо вот такое совсем нежелание этим заниматься, ну, мне кажется, не стоит. А всё-таки регулярные занятия, и главное, всё зависит от преподавателя. Он должен заинтересовать так человека, чтобы он захотел прийти на занятия, чтобы он захотел заниматься дома. То есть это от личности педагога зависит, это от его таланта зависит. Вот такая вот заразить, как можно выразиться таким словом, тем, что он делает. Вот у нас, например, оркестр народных инструментов, казалось бы, такой жанр, который... Ну, ему трудно жить, потому что в наш современный электронный век инструмент балалайка, домра, они воспринимаются как какой-то раритет, не знаю, что-то такое уже совсем ушедшее. Но это наши корни. Нам нужно, чтобы эта музыка жила, потому что это Россия, это лицо России, вот эти инструменты. И вот, например, дети на оркестр народных инструментов к Валерию Калинину, Валерию Александровичу Калинину, которая закончила Академию музыки имени Гнезина, сейчас руководит оркестром нашей школы, они просто с удовольствием бегут, потому что он нашёл, например, каждому там занятие. Да, допустим, если человек занимается на фортепиано, вот у нас девочка Лиза Корнилова, она занимается на фортепиано, сейчас начала на балалайки, она, например, прекрасно на гуслях, на клавишных исполняет что-то. Другой мальчик, например, он ещё не научился играть толком на инструменте, он дал ему какие-то шумовые инструменты, там, стиральная доска. То есть индивидуальный подход к каждому ребёнку, да? Да, педагог, преподаватель должен быть таким человеком, к которому дети должны бежать с удовольствием. А вообще новые методики появляются, обучение? Ну, какие-то, допустим, 10 лет назад их не было, а сейчас или каждый педагог вот сам придумывает? Ну, существует, естественно, система, которая разработана годами, но главный подход, естественно, что нужно, например, по вокалу, репертуар какой-то новый, хотя методика существует, она постановки колоса, она должна быть очень хорошая, правильная, выверенная годами, опирается на древний опыт. Ну, например, я считаю, что только в отношении репертуара могут быть какие-то новшества. Плюс, конечно, замечательно, когда детей учат, это самое лучшее, не только играть по нотам, например, а должна быть такая свобода, чтобы человек смог симпровизировать. Вот в этом нужно, конечно, совершенствоваться, потому что это новое, это умение тоже не каждому дано, но нужен этот подход, он даёт раскрепощение. Вот импровизация – это самое важное, мне кажется, новшество, которое нужно овладевать. Татьяна, скажите, а занятия по импровизации бывают, или это всё в рамках у существующих уже занятий? Это тоже в рамках существующих, просто важен подход. То есть отдельно нет какой-то такой дисциплины? Нет, такой дисциплины нет, вообще этому тоже сложно научить, потому что это от природы частично даётся, но тут опять важен преподаватель. Нужен такой интерес у человека, вообще импровизация – это свобода обращения с музыкальным материалом, нужен подход, вот именно вот этот, установка такая, что можно мелодию сыграть по-разному, и можно с ней делать всё, что угодно, и это появляется от свободы. Татьяна, вот вы сами творческий человек, да? Вы поёте, ряд многих конкурсов. Скажите, вот вам просто учить этому детей? Мне, я говорю, что я начинала учить в школе-студии эстрадного вокала «Геометры успеха», это было начало моей такой вот педагогической деятельности. Вот, и иногда, может быть, у меня были хорошие преподаватели, то есть у меня был замечательный педагог-профессор Нина Константиновна Мешко в Академии музыки имени Гнезина, которая создала свою школу пения. И она сумела научить меня слышать со стороны человека, уметь объяснить ему и показать, что правильно, что неправильно. Другое дело, я в самом начале своей педагогической деятельности часто показывала, и как неправильно, и от этого страдали мои голосовые связки, потому что это неверно. Важно, а как правильно показать, это проще. Но сейчас уже со временем, с опытом, я могу, ну, надеюсь, и я вижу уже результаты очень хорошие. У меня прекрасные ученики, которые занимают замечательные места уже. Одна из моих учениц работает уже в нашей музыкальной школе преподавателем. Она закончила, помимо того, что занималась в школе-студии, она закончила Институт современного искусства, эстрадно-джазовое отделение, Ольга Карра. Она сейчас преподает, у нее очень хорошие успехи. Просто важно и уметь самому петь, это не всегда говорит о том, что ты сможешь объяснить, а важно услышать и объяснить человеку, как надо. Вот это сложно. Но, надеюсь, я с этим справляюсь. Хорошо. А у вас бывают какие-то творческие кризисы, спады? Что вы чувствуете, что вы... Все-таки преподавание – это ведь большая энергозатратная работа. Если вы чувствуете, что вы уже устали, не можете. Вот каким силам вы взываете, что называется? Да, вы правы, такое бывает. Но самое лучшее, конечно, это успехи тех, кого ты воспитал. У меня иногда даже бывают слезы радости, когда я вдруг случайно на нашем концерте слышу такое, от чего просто, не знаю, в душе радость от того, что я вижу результат. И, конечно, это всегда дает возможность двигаться дальше. Потому что, на самом деле, действительно трудно учить, научить. Но когда ты видишь вот это, то это дает тебе силы. И так как это периодически случается, и, конечно же, работа, она все равно спасает от лишних ненужных мыслей, от каких-то депрессивных. Поэтому надо всегда видеть цель какую-то впереди обязательно. Я из тех людей, которые стараются не падать духом. А у вас когда это случается? Осенью, весной? Или это не зависит от времени года? Да нет, от времени года это тоже зависит. Зависит, да, все-таки? Конечно, зависит, да. Но надо, чтобы лето и весна были в душе все-таки. Да. Ну, а скажите, а как можно человеку, который, допустим, не преподает, но как-то он связан с творчеством, может быть, он поет или сам выступает, вот как ему в себе находить силы, чтобы быть источником вдохновения для других? И чтобы дарить зрителям, слушателям себя? Ну, это такое умение, которое уже вырабатывается тоже со временем. Во-первых, изначально тот человек, который связал себя с музыкой, с какими-то публичными выступлениями, он уже изначально себя настраивает на то, что то, что у него там где-то, когда он выходит на сцену, или когда он находится с учениками, он это все забывает. То есть это уходит на второй план. И общение, например, с молодыми детьми, с ребятами, с теми, кто хочет научиться музыке, это тоже дает какие-то вот эти силы неведомые, потому что это что-то новое. Все равно человек, который учит, он получает и сам что-то новое для себя, потому что это мысли, это отдача какая-то, вот я говорю. И в творчестве, естественно, нужно находить какой-то новый репертуар, нужно находить какие-то новые мысли в музыке, новое видение чего-то, потому что если человек в этом останавливается, естественно, уже никакую депрессию зимнюю не поборешь. Просто нужно желание двигаться вперед. Вы сами пишете песни, я знаю. Нет, я песни не пишу, мне писали песни. Я пыталась писать песни, я пыталась писать стихи, но я поняла, что у меня слишком большой, наверное, музыкальный багаж, я все время слышу какое-то повторение в том, что я написала, потому что на самом деле написать какую-то песню или мелодию оригинальную, это тоже не каждому дано. И поэтому я стараюсь, чтобы все-таки этим занимались профессионалы. И вас устраивает, да, работа, которую... Нет, я... Или вы сами вносите коррективы какие-то? Я себя репертуар, я подбираю так, что это должно соответствовать какому-то моему душевному настрою. То есть это должно быть так, как будто это я сама написала. Вот. И много песен, много музыки, но у каждого человека есть какой-то свой душевный такой строй, который созвучен определенной музыке. Поэтому не каждую, например, песню я могу исполнить, и она мне нравится. А когда я чувствую, что вот это да, это мое, я это понимаю, и я могу свои мысли, такое впечатление, что это я написала, тогда только я беру в свой репертуар что-то. Татьяна, сейчас же достаточно много исполнителей, молодых и известных, и не очень. Какой бы вы совет могли дать начинающему исполнителю, который вот только вот в начале пути? Он, может быть, боится, да, сомневается в своих силах, но ему очень хочется делиться своим творчеством. Ну, во-первых, должно быть это желание, должно быть обязательно понимание того, что всё получится. Вот. И, естественно, опыт приобретается тоже во время занятий, во время выступлений. Поэтому моя задача как преподавателя, как человек, который руководит школой, чтобы всё-таки были вот эти концерты, было самовыражение детей, и был высокий уровень преподавания. Потому что личность преподавателя, его уровень, его умение, ещё раз, может быть, повторюсь, заинтересовать человека этой музыкой, от этого зависит, насколько человек будет влюблён в музыку на всю жизнь. А женским коллективам трудно управлять? Вот у вас, вы говорите о преподавателях, что должны быть профессионалы. Вот если все профессионалы и все творческие люди, это же гремучая смесь. Ну, любым коллективом управлять сложно достаточно, потому что это человеческий характер, это умение всё-таки приспособиться, действительно, вы говорите, творческие люди, они эмоциональны. Но я считаю, что руководитель должен быть дипломатом, поэтому здесь важно понять каждого, уметь поддержать, и главное, чтобы всё-таки сохранялся коллектив, взаимопонимание. Здесь нужно быть дипломатом. Вы какие-то устраиваете совместные концерты, вечеринки, где все могут друг с другом поделиться чем-то? Конечно. Именно же педагогическим составом, да? Да, конечно, такое тоже бывает. Во-первых, у нас все преподаватели участвуют в концертах, в основном, очень многие. То есть помимо того, что дети, и преподаватель музыкальной школы, он тоже показывает свой уровень, своё мастерство, и это очень объединяет, естественно. Татьяна, спасибо. У вас есть буквально 30 секунд, чтобы обратиться к нашим телезрителям. Ну, дорогие друзья, мне, конечно, хочется сказать, что любите музыку, занимайтесь музыкой, пусть это будет украшением вашей жизни, и, ну, а мы, те, от кого, может быть, зависит хорошее понимание, что это такое, готовы всегда быть вместе с вами. Я напоминаю, это была программа «Калейдоскоп». Меня зовут Мария Лапочева. Сегодня у нас в гостях была Татьяна Матвеева, директор музыкальной школы номер два. Смотрите нас в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова